Кто говорит? Вау! Мне континью нажимают. Поехали, говоря по-русски. У меня висит вывеска, континью или не континью. Не-не, все нормально, рекординг. Ясно. Окей. Значит, я остановился на… Понимаете, в чем дело? Вот то, чего я пытался сказать в прошлый раз, что где-то XI век – это такой переходный век, и он очень важный. Но здесь, вот я не знаю, интересно это говорить или нет, и насколько это важно, такие вещи произносить. Дело в том, что для тех, кто понимает историю, вот переломный год где-то в истории, вот год перелома, вот, знаете, «Но разбит твой позвоночник», да, как сказал поэт. Вот год, когда был перебит позвоночник времени, очередной такой очень мощный переломный год – это 1097 год. Это первый крестовый поход. Это изменение судьб мира. Крестовый поход в 1999 году датируется, но 1997 год – начало подготовительных всяких событий. И там в Европе, это Азия еще не заметила этот год, а Европа заметила этот год очень сильный, за два года до этого. И дело в том, что вот здесь надо понимать одну любопытную вещь. Собственно, вот чуть-чуть справки для тех, кто, может быть, не очень хорошо представляет исторические хронологии. Но хронология выглядит так. Вот до первого крестового похода есть Европа и Азия. Европа и Восток. Вот давайте точнее, скажем. Под Востоком я имею в виду вот мусульманские, ту самую первую вот ареал Исламской империи. То есть Ирак и Северная Африка, в общем, всю эту территорию, вплоть до Испании. Включая Испанию, она в IX веке была завоевана мусульманами. При этом дикарями в этой истории является Европа все еще. И всякие, кто там читает старые книги, хорошо видят, что все хорошие вещи приходят с Востока. Ковры, металлы, знаменитые часы, подаренные Карлу Великому, водяные часы, которые отбивали время, причем с боем часы были. Правда, там дровь всыпалась на медную чашу, для того, чтобы звук изображать, но часы. То есть механика, хороший металл, европейские металлы очень плохие. И здесь довольно важный момент, что в результате там всяких финансовых вещей, все-таки марксизм так марксизм, всяких финансовых процессов, деньги уходили из Европы на восток. И это уже было невыносимое положение. Европа, собственно, нужно было срочно исправлять экономические весы. Поэтому, как бы, крестовая похода, дело было неизбежным практически. Плюс ко всему, где-то к тому моменту Европа узнает в X веке, вдруг вспоминает, что такое деньги. Я не буду сейчас вам рассказывать историю денег, но, скажем, были, знали ли, что такое деньги простые люди в X веке, это еще большой исторический вопрос, который не имеет документальных подтверждений. То есть хозяйство натуральное. Европа безумно не городское место, это сельское место, очень сильный степень. Города, я говорю про Западную Европу, только вот учтите, я все время говорю про Западную Европу. Это очень сельское место. Огромные города типа Кордовы, Багдада и Александрии, там и дальше перечисляют, Дамаска. Вот эти огромные города Европы этого всего не знала еще в тот момент. Вот когда там в прошлом году стали требовать, последние несколько лет начинают требовать все-таки пересмотреть историю и все-таки учесть влияние Востока, это правильно. Но дело в том, что там научные работы о влиянии Востока на Европу, там с 50-х годов прошлого века публикации пошли активно очень на эти темы. И для специалистов-историков это ровное место влияние Востока на Европу, просто широкая публика плохо это знает, историки это знали. Но нас же интересует, как это коснулось евреев. И здесь происходят две вещи. Как бы у нас есть, когда мы говорим про европейские общины, вот до сих пор мы говорили про общины Востока. В Европе общин надо делить, собственно, на, вот трудно сказать как. Давайте так, есть испанская община и есть немецкая община, итальянская отдельно. Вот итальянская община отдельно, итальянская община. Есть еще, там длинно, сложно, но это уже мелочи на самом деле. Там романские, неважно. Значит, и так, вот итальянская, немецкая и испанская. Вот в Европе, вот в Западной Европе. При этом учитываем следующее, что испанская община до реконкисты, то есть до восстановления, до возвращения Испании в христианство, до отвоевания, возвращения Испании в христианский мир, она арабская. И, скажем, вот эта архитектура той эпохи, она арабская. И это, ну опять, вот для того, чтобы быть понятным, посравните тонкость арабской архитектуры, скажем, X века с грубостью и тяжеловесностью европейской. Я не имею в виду, что европейская архитектура плохая. Стиль Романеско вызывает восторг. Ну, стиль Романеско – это, скажем, собор Парижской Богоматери. Значит, но вот эта тяжеловесность, отсутствие изящества, вот чего, вот давайте говорим, чего нет в европейской архитектуре, там нет изящества. Вот арабский мир знает изящество, он знает вязь, он знает вот эту сложнейшую резьбу по камню, красивейшую, красивейшие орнаменты. Европа всего этого не знает. Но по этому поводу вот еврейская община Испании – это восточная община. Более того, как это не… вот есть довольно важный момент. Для тех, кто… я хочу напомнить одну очень важную вещь. С точки зрения теории, в исламе есть правила народа книги. Народа книги, религии книги на самом деле более точно, религии книги – это три религии, которые признаются исламом монотеистическими и которые имеют право на существование, разве что должны платить двойной налог. Это христиане, евреи и как это ни странно, зороострийцы, хотя какое отношение зороострийцы имеют к монотеизму, я даже не догадываюсь. По-моему, это чисто политическое решение, которое признало зороострийцев монотеистами. По-моему, это политическое скорее решение. Но тем не менее. По этому поводу евреи в исламском мире не преследовалось. Переход иудеи в ислам была вещь очень редкая. И более того, например, там, где случалось, например, в Багдаде был отдельный закон, который заявлял, что евреи, перешедшие в ислам, продолжают платить двойной налог. Они просто не одобряли перехода в ислам евреев. По этому поводу, вот не надо удивляться, что во время реконкисты еврейские общины Испании поддерживали скорее мусульман, чем христиан. Другой разговор, опять, вот опять оговорка. Просто аккуратно надо понимать, что когда мы говорим про период реконкиста, это гражданская война со всеми вытекающими последствиями. По этому поводу исламские войска, мусульманские, вместе с христианами гранят очередное мусульманское королевство, это не редкость. Вы же сами понимаете, когда идет гражданская война, может быть что угодно. Но, еще раз, вот в этих краях как бы евреи живут очень благополучно. В христианском мире теория чуть-чуть другая. Вот давайте я просто продемонстрирую разницу в теории. В христианском мире, я опять про Западную Европу говорю, в Западной Европе, теория выглядит следующим образом. Что евреи проклятый народ, и их униженное несчастное положение, Бог терпит их на земле для того, чтобы все могли, христиане, на них смотреть и видеть, что бывает с теми, кто не принимает христианство. По этому поводу евреи должны быть униженными и страдать. Их нельзя убивать, их нельзя переводить в христианство, но они должны быть несчастными. Это теория. Насколько эта теория согласуется с практикой, это и в мусульманском мире, и в христианском, это другая совершенно разговорка. Я говорю про теорию, как это выглядит в теории. Практика может быть какой угодно при этом. Нам известно, когда насильно мусульмане обращали евреев в ислам. Нам известно, когда христиане насильно обращали евреев в христианство, мы все это знаем. На практике бывало и то, и другое. Эксцессы были самые разные. Но теория выглядит так. На практике это выливалось в следующем. В мусульманском мире, если не приходили к власти какие-нибудь особо отдельные сектанты мусульманские, евреям жилось намного лучше, чем в христианских странах. Просто намного лучше. Что важно? Для евреев, главный пункт здесь, для евреев в мусульманском мире не было ограничений на профессии. Евреи в мусульманском мире могли заниматься любой профессией. Ну, разумеется, они не могли занимать религиозные должности в исламе, там, кадеем они не могли быть судьями. Но это естественные такие вещи. В Европе большинство профессий для евреев были невозможны и просто запрещены. В Европе евреи не могли владеть землей сельскохозяйственной. просто по закону. Это было запрещено, причем решением христианской власти, а не частными властями разных королевств. По этому поводу евреи в Европе, как бы в христианской части Европы было, ну, хуже, чем в мусульманской. По крайней мере, это выглядит так. И по этому поводу ничего удивительного, что, скажем, период с IX по XIII век, период испанский называется Золотым веком. Вот есть Золотые века, там, скажем, будет Золотой век польский впоследствии, а это Золотой век испанских общин. И диву даешься, насколько это не похоже на то, чего вот когда мы говорим про еврейское, скажем, образование, мы привычно, ну, для тех, кто знаком с темой, привычно сравниваем с Восточной Европой, где еврейское образование в большинстве в своем случае было вполне себе религиозным. смотришь на то, как образованы евреи Испании, и просто диву даешься. это хорошее знание философии, это хорошее знание текущей наук, состояния наук. Это действительно классное знание. Это вдруг неожиданно, скажем, вот Испания выдает огромное количество поэтов, пишущих на иврите, даст их сложение у них по образцам арабской поэзии, но если учесть, что первые поэты, скажем, иврит, я поцом поэты имею в виду тех, кто пишет в рифму, с вашего позволения, я просто ограничу термин, я не утверждаю, что это тот, кто пишет в рифму, но в данном случае. Это где-то четвертый, по-моему, век или пятый, где-то вот туда. Иврит не знает рифму, но ивритская поэзия, скажем, библейская, она на алитерациях построена, она другая, более песенная, да, вот такая. Ритм и алитерация, значит, а поэзия вот арабская и европейская – это ритм и рифма. Так вот, идет сей плеяда поэтов, которые там, скажем, остались классиками. Обратите внимание, вот когда говорят о еврейских поэтов средневековья, только специалисты знают, что, например, Саадия Гаон был поэтом. И тот, кто пытается читать его стихи, тихо оббалдевает. Вот когда вы читаете ашкенасских поэтов, ашкенасс – это Германия. Да. Давайте я оговорю следующее. Значит, неевреями придумано, еще это христиане придуманы, но евреи это приняли и даже не замечают это, что куча европейских стран стали называться по названиям мест, упомянутых в Библии. Идет перенос названий. Вот отсюда Сфарат – Испания. Сфарат – упомянут Танахи, но имеется в виду не Испания, а какое-то место рядом с землей Израиля. Ашкенасс тоже упомянут Танахи, но это опять в районе Эдома. Это другая территория. Идет перенос. Вот, например, Ханаан, для тех, кто не знает, Ханаан – это славянские страны, европейские. Вот это перенос названий прошло. Так вот, когда мы говорим слова ашкенасс, мы имеем в виду германские общины. Германия, по словам ашкенасс. Вот теперь, для того, чтобы уточнить, в германские общины в того периода мы включаем то, что сегодня называется Прованс и Германия. Это одно и то же. Разницы между общинами Прованса и общинами Германии нет. Это Раши, он германский, на самом деле, автор, хотя живет он, основное место, где он живет, это Труа, это Франция. Но при этом он учился в Рейнсе, вот для того, чтобы быть понятным, учился он в Рейнсе. Рейнс, конечно, французский город, но он германский с ног до головы. Это германская территория, это Германия, полный моббит. Он говорил раньше скорее на французском, чем на немецком, по крайней мере, так как он в комментариях к Танаху регулярно и к Талуду регулярно, когда есть трудное слово, его ставят на языке этого народа, имеется в виду французский. И он пишет французские слова, есть составлен мощный словарь, который позволяет отождествить его слова с французским, но не современным, а старинным французским. Тем не менее, это германский отхит. И вот сравнивая все это, скажем, вот ашкенасских поэтов, скажем, Бенедеште, Бдереште, какие-нибудь вот эти вот совершенно замечательные поэты, которые просто вызывают состояние восторга, значит, например, Раф Бдерше. Он у нас поэт из Прованса. Потрясающая вещь. Значит, книга называется «Эллаф-Алафин», «Тысяча Аллафов», поэма в «Тысячу слов», все буквы, все слова начинаются с «Аллаф», или поэма в «Четырнадцать, по-моему, стров», где все слова начинаются с «Мэм», это «О». Без толкового словаря, без комментариев прочесть эти поэмы невозможно, потому что он образует слова так, как хочет. И это свойство практически всех ашкенасских германских поэтов. Они просто, как поэты, очень слабы. Как-то вот читаешь, и где-то почему-то на поверхности сознания крутится слово «графомания». А вот испанские поэты еврейских общин – это Игуда Галеви. Это совершенно блестящий Моше ибн Эзер. Не путайте с Брамом ибн Эзер. Абрам ибн Эзер тоже поэт, но он несколько тяжеловесил. Блестящим поэтом был его сын, кстати. Вот сын Абрама ибн Эзер. Ибн Эзер совершенно блестящий поэт. Там дальше можно перечислять. Ибн Гвероль. То есть появляется очень много очень приличных поэтов, которые ищут читать удовольствие. Вы учтите, что все-таки читать, когда удовольствие читать поэтов тысячелетней давности – это редкость. Это свидетельствует как раз о классе. И поэты были в Испании. В Европе европейские поэты, под Европой я имею в виду германские страны, поэты – это, ну вот, ну не поэты это. Ну вот поверьте, и ты читаешь, и вот думаешь, где бы найти толковый словарь к этим поэтам, и как-то слепишь слова. Он считает, что он может из любого корня составить любое слово, а читатель догадайся, что у меня в уме. То есть это совершенно какое-то вольное обращение со словами. У испанцев те поэты себе этого не позволяли. Они писали четко, ясно, ну и куда хлеби образеется. Среди них очень много врачей. Среди них очень много хороших ученых. Это в Испании. В Европе, вот смотрите, в Европе как бы европейская литература для нас, для нас, начинается с Раши. Как бы ее до Раши не существовало. А Раши умер в 1105 году, правильно? То есть, да. Вот. Беда в том, что если вот пока я не стал внимательно изучать Раши, то я не обратил внимание, какое количество ссылок на предшественников у него есть и предшественников ашкенадских. То есть, там была какая-то ученость. И довольно серьезная. Но она вся как бы поглощена гением Раши. Исчез Минахим Сурок, исчезли Минахим Даршан, исчезли труды. Если мы знаем о раввинах европейских того периода, то только через ссылки на них более поздних авторов. Сами книги до нас не дошли. До нас практически вся литература периода Дараши от нас практически исчезла вся. Причем более там. Скажем, вот есть некоторые сборники, которые традиционно относятся к разряду Мидрашей. То есть, Мидраж как бы мы привыкли к тому, что это литература. Но есть несколько сборников Мидрашей ашкенадских, которые считаются вполне Мидрашей. Они без автора. Там бидно, что нет, что материал древний. Но мы не можем отличить, где древний материал, где более современный. Они идут под разными названиями. Например, Мидраж типа Сахельтов. Это Мидраж книги Тгили. Они поздние все. Восьмой, девятый век. Они ашкенадского происхождения европейского. Но они без автора. И выглядят они классическими Мидрашами вполне. То есть, надо еще суметь разобраться, что откуда. То есть, ясно, что там есть очень древний материал. И на них принято ссылаться как на Мидраши, хотя понятно, что они уступают по авторитетности. Там Мидраш Раба, Мидраш Танхума, Пысикта. Всевозможные вот такие Мидраши. Более явно древние были. Но как бы вот теперь получилось следующее, что как бы все, что написали предшественники Раши в ашкенадских странах у нас находятся в тени Раши. И все было бы замечательно, если бы не произошло важнейшее событие. Раби Авраам и Бенезера. 12 лет. Почему-то оставив родную Туделу, почему никто не знает. Ему было 50 лет где-то. Почему он оставил Туделу, никто не знает. Он пишет, что от каких-то неприятностей, но неприятностей явно личного свойства, потому что никаких политических пертурбаций Туделя в том году не было. И там в ближайшие к этому годы никаких пертурбаций не было. То есть у него явно неприятности личного плана. Учтем, что Ибн Эзера – это классический шлемазл, у которого неприятности были всю жизнь личного плана. И в общем, он про себя пишет, что если бы я торговал гробами, люди бы никогда не умирали. А если бы я торговал свечами, солнце не садилось бы ночами. Это тоже он. Он невезучий крайний человек, но это свойство характера, он не то чтобы не везло, он такой человек был. Человек это вот такие классические люди, которые никогда разбогатеть не смог. Но с ним произошло одно редкостное вещи. Значит, он практически одновременно покинул Испанию вместе с Ягудой Галеви. Они были в дружеских отношениях. Настолько дружеских, что, скажем, сын раби Абраама был секретарем раби Ягуды Галеви. Вот эта парочка. Они вот. Значит, но Иуда Галеви отправился в святую землю через Египет, то есть на восток. А вот раби Абраам и Бенезер по загадочным причинам отправился в Европу. А далее вот его скитание по Европе – это отдельная история, он там непрерывный. Греция, Италия, Прованс, опять Италия, Прованс, Англия. В общем, короче, это был человек настолько привык бродить, что обзавелся пятью могилами, куда водят на все пять, водят экскурсии. Причем так, могилы в разных частях света и в разных странах. Но вот согласитесь, что это достижение обзавести с пятью могилами, но ему это удалось. Он такой странный человек. Но почему я о нем рассказываю? Заметьте, я не очень обычно рассказываю о людях, но раби Абраам и Эзра – это человек, которого переоценить невозможно, и вот почему. Его влияние на дальнейшую историю. В Провансе он встретился с человеком, которого зовут Ягуда ибн Тибон. Или Ибн Тибон, как вам больше нравится. И он сподвиг Ягуду ибн Тибона на переводческую деятельность. А именно переводить с еврейского, арабского на еврит. Вот здесь начался род ибн Тибонов, несколько поколений переводчиков, которые переводят с либо прямо с арабского, иногда, но чаще с еврейского, арабского. Переводят на иврит главные сочинения, главные достижения испанской школы. В основном философского плана. То есть мы получаем одну очень любопытную вещь, что Европа, скажем, до XII века европейское еврейство философии не знает. Это верно не только относительно евреев. Надо сказать, что христиане тоже очень плохо знают античную философию. Философия в Европе находится в очень плохом состоянии. Это оно вот там взорвется дальше, чуть-чуть в следующем веке. То есть не то, что не было философов, но очень слабо. Но вот арабе Авраам Галеве принес Европу две вещи. Одну это вдруг европейское еврейство начинает узнавать философию. И Роб ибн Тибонов переводят на еврейство. И еще не счесть уже произведение, которое не так у вас на слуху, как я то, что я перечил. Я сейчас не буду перечислять все, что они перевели, потому что у вас эти авторы не на слуху, но они когда-то были очень важными. Более того, они переводят, как это ни странно, на иврит кучу трактатов научных, не только философских, но и научных трактатов. Скажем, медицинские трактаты, которые были на арабском иврите, переведены, были на иврит, и по ним учились еврейские врачи по этим трактатам. То есть как бы вот Прованс и род ибн Тибонов с подачи ибн Эзры, именно тогда начинается начало еврейской философии в Европе. Вот что было понятно? Вот это, что такое переломные моменты, где идет сшивка. Две общины совершенно разные. Вот если вы читали Раше комментарий к Талмуду или комментарий к Танаху, вы и задумались в этом направлении, вы с удивлением обнаружите, что Раше не знает философию от слова вообще. Опять, еще раз, я напоминаю, я словом философия пользуется значение то, что начинается у стагеритов, у… извините, это эти… от Сократ, Платон, Аристотель, вот эти школы. Вот это я называю философией, то, что корни не там, то слово философию не обозначает. Так вот, Раше не знает философии от слова вообще. Вот хорошо видно, вот вещь немыслимая для философа, например, кто знает Аристотеля или Платона тем более. Раше уверенно в комментарии к трактату Брахот, уверенно пишет, что человек должен притянуть Бога к себе. Обратите внимание на направление. Человек должен сделать так, чтобы Бог был рядом с ним. Вот для любого платониста, для любого аристотельянца в любом из вариантов человек должен подняться к Богу. Другому невозможно. Другое направление невозможно, другое направление мыслей невозможно. Для Раше нисколько не менее очевидно ровно в обратную сторону. Он пишет как ровное место, как очевидность полную. Кстати, подобно Саади Агаон подобным образом мыслит. Но я еще раз говорю, Саади Агаон безумный, он очень еврей. Он даже когда начинает заниматься философией, он очень, он безумный еврей. Раше не знает философию. Более того, ему даже в голову не приходит ее знать. А Раше еще раз. Он умирает в начале 12 века. Ибнезер знает философию. Ибнезер знает философию. Любой, кто читал, Кузари знают, видят, что они знают философию. Их предшественники испанские знают философию. Знают науки. Вот что такое знание? Скажем, Ибнезера является тем человеком, который пропагандировал суда, где был, пропагандировал арабскую запись цифр. Вот эта современная система счисления с нулем. И вот, как положено, позиционная запись. Ибнезер очень много приложил усилий для распространения. Он был влюблен. Он составил поэму про каждую из цифр. стихотворения. Он любил математизм. Значит, две задачи Ибнезера классика до сих пор. Одна по комбинаторике, одна на просто текстовую задачу. Он очень любил, его срывало комбинаторные задачи у него в комментариях регулярно есть, но одна из них так и осталась в истории, как задача Ибнезера. Значит, но вот это вот знание наук для него естественно, для европейских евреев нет. Но вот это он приносит через Ибн-Тивон. Вот Ибн-Тивоны начинают вот эту сшивку двух миров, где философские научные знания Востока начинают идти ручьем в Европу. Под Европой еще раз, я имею в виду христианскую Европу, еврейские евреи в христианской Европе. Вторая вещь, которую принес Ибн-Эзер, для меня полная неожиданность. У меня когда-то были совершенно другие представления о том, как мир устроен. Он принес для европейских еврейств знания, стремления к каббалистическим наукам. Это тоже он. Одна из первых книг, переведенных Ибн-Тивоном, это Раби Абрама Бенезерн, книга об имени Всевышнего, довольно каббалистического плана книги. То есть, это вторая вещь, и это было, я не знаю, что учили устно в Европе, вот здесь я оговариваюсь, но в письменном виде европейцы, европейское еврейство, как бы каббалой, по крайней мере, в письменном виде не занималось. У Раши я в упор не вижу каббалистических проходов. Нигде. А так как Раши очень образованный человек, и по количеству ссылок на других авторов видно, что он читал современную европейскую литературу, тот факт, что он никогда не обращается к этой теме, доказывает, что ее, собственно, не было. По этому поводу мы видим, насколько две разных общины. И вот теперь для демонстрации разницы в общинах я очень люблю этот пример. Значит, в Талмуде в одном из мест высказывается предположение, что постановление мудрецов запрещает давать деньги под проценты даже не евреям. Одно из них. Раши, как ровное место, в респонсах, существует книга респонсов Раши, то есть ему писали запрос, он писал ответ. Это книга, ну, книга, такой сборник составлен из разных источников, составлен такой сборник, респонс Раши. Девчонки, слово респонс означает ответы на вопросы, галактические. На вопрос, можно ли давать неевреям в долг, отвечают, что даже не обсуждается, мы с этого живем. Мы – это наше общение. То есть, как бы, у евреев практически вне общины есть только торговля, причем торговля, связанная с путешествием, и давать деньги в рост. На Востоке так вопрос никогда не ставился. Просто, чтобы было понятно, насколько мы имеем дело с разными общинами. У них разное мышление, у них разные знания, у них разные базы в жизни. И в результате получается довольно любопытная вещь. Вот теперь, может быть, кому-то покажется, что то, что я говорю, как бы утверждает, что ашкенадская община ниже восточная. На самом деле, все чуть-чуть хитрее. В Провансе создается, собственно, эта магическая школа. В основном, основные создатели, она крутится вокруг Раши и его школы, внуки Раши. У Раши не было сыновей, у него были только дочери. Но они вышли замуж за крупных мудрецов и зитя Раши. И его внуки образуют огромную школу. И возникает потрясающая мощь европейская школа томатических исследований, которая сильна, мы сегодня бы сказали, герменевтическим анализом. Сегодня бы это так упоминание. В смысле, сила герменевтического исследования, сила исследования и сравнения текстов, анализа текстов, она, ну, я не думаю, что сегодня найдутся люди, которые умеют это настолько блистательно проделывать. Эта школа как-то запредельная. Умение анализировать и сравнивать текстов. То, чем никогда не отличался Восток. Вот теперь начинается текст. Вот Восток никогда не отличался именно изощренностью в этой области. То есть в области как бы гуманитарной, да, герменевтика, анализ текстов, да. Как бы Восток вот этим похвастаться никогда не умел. А вот эти умели. Вот эти могли действительно блистательно этот номер проделать. И вот здесь возникает мощнейшая школа именно европейская. И вот чтоб было понятно. Вот давайте я приведу примеры. На этом, наверное, сегодня концу. Все, наверное, слышали про великого гения галахического Рамбома. Раби Моше бен Маймон. Он родился в Испании, в городе Кордове, а потом через город Фес в Северной Африке попал в Египет в город Фаюм, ныне Каира. То есть человек восточный с ног до головы пишет на арабском языке, на еврейском арабском и на арабском арабском. У него есть произведения написанные на арабском арабском. Медицинский, например, трактат его написан на арабском арабском. Значит, он пишет галахический труд, важнейший в еврейской истории, это Мишне Тура или Яд Хазака, он же. К этому труду существует возражение раби Авраама бен Давида из Паскьеры. Паскьера найти. Вы понимаете, что райвот, он называется райвот простоты ради, райвот авторитетнее Рамбама. Вот чтобы вам было понятно, о чем мы говорим. Райвот, как галахист, авторитетнее Рамбама. И в большинстве случаев, когда он возражает Рамбама, законы следуют его мнению. Это и есть сила Ашкинарской школы. Вот все учат Мишне Тура и восторгается глубиной мысли Рамбама, это правда. Но Райвот авторитетнее. Правда, он еще очень старый к тому моменту, когда он начал писать примечания к Мишне Тура, ему 73, что ли, было. То есть он очень старый и очень авторитетнее. Но Ашкинарская школа, галахическая, авторитетнее восточная. Довольно быстро стало, и это некоторая неожиданность. Казалось бы, восточная школа, за ними авторитет багдадской ешивы, за ними авторитет талмудом оттуда. Но за два века авторитет именно Ашкинарской школы в Галахе, в законе, стал несравненно выше и восточный. И это неожиданность такая. То есть вот это происходит перелом. Обратите внимание, я упорно говорю слово Ашкинарская, Германия. Хотя вы слышите, я Прованс упорно называю Ашкинарским краем. Хотя Прованс все знают, что во Франции. Но так исторически сложилось. То есть это Ашкинарская, когда говорят Ашкинарск по тем временам, это, ну если вас интересуется, это Римская империя германской нации, которая включается огромные куски современной Франции. Поэтому я-то, в общем, тут надо брать карту, старинную карту, просто смотреть, как выглядит вот эта Римская империя германской нации и наследующая Карлу Великому. Но при этом вот это Ашкиназы. Вот теперь вот разница между Ашкиназами и восточными евреями. Обратите внимание, Сефарду пока говорить рано. Сефарды, то есть испанские евреи, еще раз я подчеркиваю, когда говорят слово Сефард, вот аккуратно, это осмысленно только когда мы говорим о выходцах из Испании. Когда жителей Марокко начинают называть Сефардами, это вызывает усмешку. Жители Марокко не являются Сефардами. Или являются, но тогда вы должны сказать следующее, что вы называете Сефардами все, кто говорит на Ладино. Ладино. Ладино – это вот есть идищ, да, еврейский диалект немецкого, а есть еврейский диалект испанского, он называется Ладино. Кстати, очень древний, потому что достаточно заметить, что у них все еще джи, а не хэ, как поздно испанского. Не худерие, а джудерие. У них более древние, чем современный. Ладино древнее по произношению современного. Кастильский диалект испанского, более древний, чем современный. Значит, там, говоря, они перешли на Ладино, равно как, скажем, русские евреи, все сохранило немецкий диалект, перешло на немецкий диалект, на еврейский диалект немецкого. Но вообще Сефардов пока еще вот это деление, когда говорят «цефардки» времена, то имеется в виду испанские евреи, испанские испанские, но никак не иракские и не геменские, и уж не грузинские тем более. Об этом еще рано говорить. Еще этого не произойдет, еще не произойдет изгнание евреев из Испании. Пока это не произошло. Эти общины существуют как бы параллель друг к другу. И влияние у них, у них есть влияние друг на друга, но оно очень такое странное. Оно идет через книги, а не через людей. И в этом смысле вот смотреть на эти пересечения и видеть, как преломляется, скажем, вот восточная философская традиция в европейских головах, в головах европейских евреев. Вот сравнивать, скажем, философов поздних, надо сказать следующее, что есть ранние философы, они восточные, а поздние еврейские философы, они всеевропейские. Раби Йосеф Альбо, Крэскос, там еще можно перечислять, кто есть, кто. Они европейские. И это очень любопытно, герсонит Рабейно, Мейрбергеншо. Причем, скажем, вот, ну да. И это как раз начинается некоторая вещь, где происходит вот этот перенос общин, взаимное влияние, взаимный переход. И дата здесь, это все-таки, я считаю, что узлом в этой теме является Раби Авраам и Бенезра. Именно он узел, который начинает вот эту связку. А точнее, это даже не связка, это перенос восточных традиций в европейскую общину, пересадка. Но, знаете, у меня один знакомый, я ничего там не понимаю, утверждал, что если виноградную лозу из Франции пересадить в Грузию, то на ней вырастет грузинское вино. По этому поводу, если вы философию восточную пересадите на европейскую почту, на ней почва не вырастет европейская философия почему-то. Хотя лоза вроде бы, вот ясно откуда она, вот ясно, вот видно. Тем не менее, вырастает нечто иное. Вот где-то вот эта вот связь. Вот общины как бы до Раши, до крестового похода, общины разъединены и не похожи, в очень сильной форме. А где-то вот рабе Абрама и Бенезра, он, это где-то полвека после Раши. И вот это начинается пересадка вот этой лозы восточной в Европу. И это на мой вкус одно из важнейших событий в истории именно еврейской мысли. Ну, вот я не знаю, насколько ясно я сегодня говорил, но это вот то, что я хотел рассказать сегодня. Окей, если есть вопросы, я к вашим услугам. Ну, коль вопросов нет, тогда всем шабачалом и всем всего доброго. Можно спросить немножко по более ранней теме, если. Ну, попробуйте. Я как-то упустил вот такой вот момент. Есть ли какие-то сведения о том, как учили Тору времена первого храма, то есть до изгнания? То есть Талмуд – это продукт изгнания или что-то такое подобное в устной форме культивировалось до этого? Я это рассказывал. Мишнанитский текст, он храмовый, там очень много храмовых материалов. Некоторые трактаты, я, например, уверенно считаю, что это копия каких-то свитков храма. Просто кофе. Ну, просто и не я один, там, скажем, некоторые мои учителя это аккуратно доказывали университет. То, что Шамай и Гилель – это первый век до новой эры. То есть это храмовый период. Швай и Автелеон – это храмовый период. Но это было как бы типа Ешиф, то есть были ученики, были… Смотрите, я рассказывал это. Это называется реформа раби Шимона бен Шатах. Тот самый человек, который постановил, что все еврейские дети обязаны учиться. Который постановил… И это решение, вот что самое важное, мало ли кто что постанавливал. Всеобщее двухлетнее образование в Российской империи было введено в 1892 году. Где-то реализовано, оно было хорошо лет через десять. Это хорошо, если оно было реализовано. На это уходит время, на это уходит день. И всегда вопрос между постановлениями, было ли оно реализовано или нет. Вот оно да было реализовано. Мы читаем об обязательности. То есть родитель не имеет права не пустить своего ребенка в школу. До, в зависимости от общины, до девяти лет во французских общинах, до одиннадцати лет регулярно. Родитель просто… Отец не имеет права помешать своему сыну ходить в школу. Он обязан его устроить. Нет, я спросил во времена первого храма до изгнания. У нас есть свидетельства о том, что было Ешива во времена Елеля, когда он еще не был темпом Елелем, а был только неким мудрецом, который пришел в Святую Землю из Вавилона. Он из Вавилона вообще. Так вот, была академия. Так вот, вход туда был платный. Именно при Елеле, то есть предшествовании Елеля, отменил платный вход в академию. То есть это означает, что она стала содержаться не на деньги тех, кто там учится, а стала содержаться на пожертвования какие-то. Теперь, о том, как учились. Я сужу по галактическим сборникам мидрашей. Думаю, что я правильно сужу. Учились не так, как потом. Учились личным образом. Учились… Вот не современная школа. Мы же говорим про учебу без книг. То есть есть она книга. Все остальное на память. Все остальное от учителя. Нет книги изданий, нет большого числа книг. По этому поводу учеба проходила совсем не так, как сегодня. Вы даже сравнивать это не можете. Учеба шла устно. Учеба шла, ну, обратить внимание, что мишна, да, шо не, уки. Вот то, что в Торе написано, вы ше нантабле ванега, и научите детей своих. Переводить надо, чтоб отскакивало от зубов детей. Сделайте зазубрино. Леша нэн, корень шэн, зэн, да, зуб. Это зазубривать. Зубрить. Хорошо, да, я понял. То есть меня интересовал только вот этот момент, то есть что нечто подобное, из чего вырос как бы Талмуд уже было до изгнания. Безусловно, я говорю, что галактические медроши очень хорошо показывают, как это было устроено. Да, учили устно, с привязками, но была мощная традиция. Вот как я научился у своего учителя, так я учу своих учеников. Безусловно, при этом есть развитие, потому что мы судим это по, это называется экзамен по-обратному. Когда проверяет вот ученик окончательная проверка, там он много лет был при РАВе, секретарем, помощником и так далее, когда идет проверка, достоин ли он стать РАВом, он должен рассказать что-то новое. Внимание на стиль проверки. Вот это обратное построение. Мы проверяем, достойно ли ученик по тому, как он рассказывает новое. То есть достаточно быть комментарием, чтобы уметь строить новое и старое. Ну вот велась же служба, то есть не было вопросов аллахических курбанот, о всем том, что очень много трактатов в Талмуде мы находим. То есть это было все в действии. То есть иудаизм был в действии. То есть обучение коэнов это отдельная тема. Обучение коэнов и левитов. Вы же помните замечательную историю по поводу, кто-то там орет на храмовой горе. А, левитов наукам учат. Это и стал много цитата. Обучение коэнов и левитов это отдельная история, но их учили не теориям, их учили практикам. То есть было что-то аллахот как бы в действии. Но смотрите, на храмовой горе были специалисты, которые знали теорию, но большинство коэнов… Оборот невежественный коэн для Талмуда стандарт полный. То есть коэн, который знает практику, как приносит жертву, как держать, куда идти, как лиц, ну и так далее. Все практики он знает. Но он абсолютно не знаком с теорией. И малейшее отклонение от практики его вызывает растерянность, ежели ему приходится где-то. Я понял, да. Обычаем у него руки опускаются. Он не знает ни стандарта. Это же чем отличается фельдшер от врача? Фельдшер знает стандарты, но малейшее отклонение от стандарта у него вызывает отерпи. Он пас. Вот коэнов вот так отличает. Это тоже хорошо видно. Другой разговор, что на храмовой горе был суд коэнов. То есть те, которые знали уже теории и могли разобраться с ситуациями. И, как это ни странно, на храмовой горе заседал обычный суд, который тоже знал теорию храмовой службы. То есть это отдельные две инстанции, отдельное обучение. То есть теория и практика были как-то одновременно и связаны друг с другом, и это все как бы культивировалось вместе. Да, вопрос о том, что среди коэнов практика была как бы поголовной. Всех коэнов готовили к коэнской деятельности. Насколько распространена была раввинская деятельность, это такой хороший интересный вопрос. Спасибо. Понял. Спасибо. Ну что, прощаемся? Нет, не прощаемся, говорим до свидания. Говорим до свидания. Шалом вы, лоли и траот. Так по-моему поется, нет? Да. Окей. Шаббат шалом всем участникам. Мейеру огромное спасибо. Всем счастливо, пока. Счастливо, пока.